Вечер добрый господа, у микрофона Юрий Прайнко, это Финам.ФМ и ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». Сегодня экономические итоги 2012, и здесь, напротив меня, в московской студии Финам.ФМ, Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню, что вы можете звонить и участвовать в нашем разговоре на многоканальной телефоновой номер 65 10 99 и 6, код Москвы 495, финам.ФМ, наш портал в интернете. Туда вы направляете свои вопросы, комментарии, мнения Михаилу Делягину, и там же идет прямая веб-трансляция. То есть вы можете как слушать, так и смотреть наш эфир. Ну и кроме того, можете пользоваться моим личным аккаунтом в Твиттере, туда также направляйте свои мнения и вопросы. Михаил, ну вот на ваш взгляд, в экономической области главное событие вступления в ВТО или нечто другое? Нет, ВТО это главное событие для Татарстана, которому предстоит замечательная развлекалочка с КАМАЗом, потому что у нас теперь практически свободный доступ бушных грузовиков на российский внутренний рынок. Для Ростовской области, где сельхозмашиностроение, так сказать, начало загибаться еще в начале этого года. Ну и для некоторых еще областей. Для страны три принципиально новые вещи. Первое. У нас резко тормозится экономический рост. Это продолжение истории прошлого года, когда цены на нефть выросли более чем на 39%, а экономический рост никак не ускорился. В этом году цены на нефть очень высокие, даже там на пару процентов еще подросли, а экономический рост замедляется. Причем он сломался в середине года. Первая половина года была суперудачной, 4,5% против 3,7% в первой половине прошлого года. А в третьем квартале экономический рост составил 2,9%. Причина? Ну, официальная причина засуха, это правда. Но, скажем, в ноябре месяце, когда никакой засухи не было, и в ноябре, в общем-то, спад сельхозпроизводства не такой уж и большой был, всего 7,4%. Это не катастрофичная ситуация, потому что у нас урожай на четверть ниже прошлогоднего, и по пшенице ниже даже, чем в 2010 году. Но, несмотря на это, в ноябре у нас экономический рост состоялся навсего 1,9%. То есть, по итогам года он замедлится с 4,3% до 3,4%, скорее всего. Ну и дальше в следующем году тоже начнет тормозиться. Принципиально важно, если мы переходим ко второй теме, что на самом деле разница между 1% и 4%, в пределах статистической погрешности, она не принципиальна. Важно, что рост точно уже ниже 5,5%. Это старая тема. В середине 2000-х годов по заказу правительства была проведена гениальная научно-исследовательская работа, я в ней не участвовал, поэтому могу ее хвалить совершенно спокойно. Определили, что для того, чтобы обеспечивать социально-политическую стабильность, нужен экономический рост не ниже 5,5% в год. А все остальное не важно. Экономического роста такого у нас не будет уже никогда. Никогда. Ну, у этой модели экономики, вот у модели, которая основана на том, что мы разграбляем советское наследство, ну, в смысле, не мы разграбляем, начальство грабит советское наследство, присваивает, вывозит в фешенебельные страны, легализует там как личное богатство. А дыры, которые возникают в процессе грабежа, затыкают нефтедолларами. Вот эта модель, она больше не работает. Это было ясно еще год назад, даже полтора года назад. Но тогда пряников сладких не хватало на всех. Начали группу влияния драться друг с другом. И, естественно, самую слабую группу влияния, а это в условиях сувенирной демократии у нас население, она бесправная группа, начали жрать. И в реальности, по официальной статистике, у нас в прошлом году реальные доходы населения выросли на 0,8%. Если убрать миллионеров, самых богатых людей, и если учесть реальное, так сказать, занижение официальной инфляции и прочей халости, то получилось, что... А ее занижают? Ну, раз в два ее занижают. Раза в два? Ну, это еще неплохо. У нас был период, когда занижали раз в два с половиной. Вы просто сопоставьте расходы своей семьи, а у меня много корреспондентов из разных регионов, и я могу сопоставить картинку по регионам. С тем, что я читаю официальные статистики. У меня был случай, когда лет там шесть назад я в одной очень интеллигентной московской аудитории, ни одного ни кандидата наук там не было. Просто процитировал официальную статистику инфляции. Гомерический хохот вызвали? Нет, там не было хохота. Я просто понял, что меня сейчас начнут бить. А, это опасно. Считать официальные данные. Официально провозглашать официальные данные в ситуации, когда вас не охраняет ФСО. В последнее время это опасно. Так вот. После этого я стал относиться к некоторым скепсисам. И получилось, что в прошлом году у нас 90% населения потеряло не менее 7,5% своих реальных доходов. Результат мы видели на Болотной. Потому что бюджетников как-то поддерживают, а вот средний класс проседает круче всех. Результат мы видели в первой половине этого года в виде протестов. Потом креативный класс, у него все другие названия, так сказать, расслабился. Ну, офисный планктон. То же самое. Знаете, как в анекдоте про крысу и хомячка. В чем разница? Пиар лучше у хомячка. Вот. Как хотите, так и называйте. Я промолчу. Так. Так. Вот. Но люди устали. Плюс либеральные вожди увидели, что вообще-то поднимается волна социально-патриотического протеста. 6 мая прошлись под красными знаменами, потому что других знамен не оказалось практически. Вот. И стали аккуратненько давить на тормоз. И в итоге наступило некоторое политическое затишье. Но оно возникло и потому, что власть дико перепугалась и дало населению денег. Естественно, не всему населению. Средний класс как сидел на подсосе, так и сидит. Но получили бюджетники, получили силовики, получили некоторое количество денег пенсионера. И в целом реально доходы населения официальные в этом году выросли на 4%. Это хороший рост. И основная часть населения, если и потеряла, то не очень много. Не 7,5%. Терпимое состояние в целом. Хотя люди водят, но это структурная вещь. А вот, ну понимаете, ресурсов-то не хватает. Если мы самому слабому, самой слабой группе влияния дали ресурс, значит, мы отобрали эти ресурсы у более сильных. Закономерно, да. И мы видим дикое обострение межклановой борьбы. С одной стороны, мы видим борьбу либерального клана и силовиков, начиная с открытого письма Дворковича Путину. Ну, да, но если я вот сейчас мы с вами взаимодействуем, и я вам буду писать открытое письмо. Товарищ Пронько, задайте мне такой-то вопрос. Посмотрите на меня взглядом милости. И вообще вы совсем не так жуете микрофон, как это нужно делать. Да? Вот примерно такая ситуация вышла Дворковича с Путиным. И кончая антикоррупционными так называемыми скандалами. Добавить там Дворкович, Путин, Сечин. Все-таки на троих. Ну, конечно, Дворкович протестовал против Сечина. Но, понимаете, член президентской комиссии, член комиссии, чтобы обратиться к председателю комиссии Путину, пишет открытое письмо. То есть заседание поднять лапку он не может. Кроме возникает такое ощущение. Вот. А заканчивая всеми этими коррупционными скандалами. Потому что понятно, что с Сердюковым случилась неприятность. Никто не хотел его увольнять. Это Путиного, наверное, не хотело увольнять. А ребятишки... А с чего вы этого так взяли? А как он его защищать бросился? А как он его защищать бросился? Я особо защиты не вижу. Просто нету и преследования. Пока. Я бы так и говорил. Когда было официально заявлено, что к нему претензий нет, все же понимают, что это, с одной стороны, личное мнение гражданина Российской Федерации, а с другой стороны, это конкретные указания, товарищам-следователям. Как в армии говорят, а что, погоны жмут или звездочки колют? И так далее. То есть эти так называемые коррупционные скандалы, они тоже элемент межклановой борьбы. Ну кто бы вспомнил начальника Росреестра Раменского района Московской области? Да? Как в нюансе? Шовш, надо сотворить такое. Ну не знаю, Раменский район имеет свою специфику. Извините, я знаю эту специфику, я там живу некоторое время. Но, понимаете, есть Раменский район, а есть город Пушкино, где банда прокуроров подмосковных отдыхает, а есть подмосковных банда прокуроров, которые вот только-только накануне послания президента и вообще в день послания президента выпустили. Ну, нет претензий к людям. Было дело. Нет претензий к людям. Ну, презумпцию невиновности никто не отменял. Как сказал официальный представитель генпрокуратуры, золотые слова, я бы их выбил золотом по фасаду генпрокуратуры, чтобы все видели, могли читать. И только если их сфотографируют на фоне незаконных игорных автоматов с огромным с огромным плакатом, что это именно незаконные игорные автоматы, тогда мы, может быть, что-нибудь начнем делать. Это было официальное заявление? По телевизору. Ну, я здесь не дословно цитирую, но смысл ровно такой. Это было заявлено человеком в мудире, выступающим официально от имени генпрокуратуры по официальному телевизионному каналу. Не по НТВ, упаси боже. Не по НТВ. Вот. Это вторая история. То есть, дали чуть-чуть денег населению, стали грызться друг с другом. Грызня уже угрожающая. Ну, понятно, что товарища Сердюкова не допрашивают не потому, что все такие гуманисты, потому что он же, прости господи, показания начнет давать. Он же... Но там еще одна история. Рассказывать начнет. Это госпожа Скрынник, Росагролизинский... А госпожа Скрынник может начать рассказывать уже про других людей, тоже очень высокопоставленных. Но если уж копаться в грязном белье, мне очень понравилась история о том, как у госпожи Васильевой из кабинета, из квартиры, извиняюсь, вынесли ведро, как сообщалось, золотых украшений с бриллиантами. А через пару дней выяснилось, что они были не золотые, а бижутерия. И что это были и бриллианты, а просто горный хрусталь. Это Михаил Делягин. Он сегодня в реальном времени выходим на краткий выпуск новостей, а затем продолжим. 19 часов и 17 минут в российской столице. Реальное время Финам.фм у микрофона Юрия Пронько. Михаил Делягин у нас сегодня в гостях. Письма на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Можете смотреть. Звоните на 65 10 99 6. Код Москвы 495. Задавайте свой вопрос. Михаил, и третья составляющая. И третья составляющая, знаете, качественно новая. Мы увидели, что Россия находится на грани транспортного коллапса. Мы как-то говорили об отдельно взятых деталях. Там пробки в городе Москва и во всех остальных крупных городах Российской Федерации. Там мне уже пару лет назад, лет пять назад, я похвалил как-то Лукашенко. Мне сказали, да что там Лукашенко? В Минске даже пробок нет. То есть мысль о том, что может быть просто нормально организовано дорожное движение у москвича в голову не приходило уже лет пять назад. Но то, что мы видим сейчас, это беспредел. Потому что, знаете, когда снег выпал, его не убирают. Причем в отличие от традиционных действий гидрометцентра, синоптики все предсказывают точно. И такое ощущение, что городские власти единственные в Москве, кто это не слушает. Когда правила дорожного движения меняются с единственной, насколько я могу судить, целью, сделать так, чтобы заставить водителей платить. Знаете, у нас в Москве... Выброс еще кому? А это хороший вопрос. Потому что, когда висят камеры, большая работа полицейских, как мне рассказывают сейчас, у нас же есть номера АМР. И понятно, что если камера фиксирует машину с номером АМР, то письмо счастья никуда не приходит. Это понятно. Себе дороже. Но у нас есть масса других крутых номеров, которые мало формализуются. Ну, самое простое, Кадыров Рамзан Ахматович. Кра. Есть и другие сочетания. И эти номера очень часто записаны не на госструктуру, а на кого угодно. И сидит группа людей, которые просто вешаются, потому что они из всего этого потока писем счастья, они убирают все письма счастья, которые, так сказать, должны прийти начальству. Это реально. Насколько я могу судить, это реальная история. Так. Вот. Но мы видим, что в силу абсолютно наплевательского, с моей точки зрения, отношения городских властей не только города Москвы к своему обязанности, но выпал снег зимой. Господа, катастрофа. На улице Москвы вышло 120 тысяч техники, которые все это убирают. Я опросил два десятка своих знакомых, которые в эти дни, когда Москва стояла вся, месяц назад, ездили, им пришлось ехать. Больше двух единиц техники не видел ни один из них в центре города Москвы. Ну, в пределах ТТК. То есть, сегодня, масса аварий. Почему? Господи, подморозило, гололезится, господи, а песочка нету, разбросать и посыпать. И даже мысли не возникает разбросать и посыпать песочек. Я уж не говорю про противогололедные реагенты, которые существуют только в коррупционных скандалах, насколько я могу судить. Да ладно, Михаил. Я тут сегодня шел по улице, месил своими ботинками у нас плюсовая температура. У нас сегодня плюсовая температура, прости господи. А сегодня утром вся Москва была в авариях. Так, и вот это транспортный коллапс. И вот транспортный коллапс. Это мы видим в Москве. Вторая история. Ах, пробка пять с половиной часов на трассе Москва-Питера. Во-первых, то, что никакой трассы Москва-Питера не существует, это мы все знаем, кто по ней катался. Почему она возникла? Потому что один сапсан в момент, когда началось, это минус 10 грузовых поездов. Это право. Полномасштабных. Это право. Грузовики, извиняюсь, железнодорожники совершили подвиг. Сейчас не минус 10, сейчас минус 7. Но все равно. Вместо того, чтобы как-то реанимировать водный путь, ну хотя бы летом, вместо того, чтобы начать строить параллельную железную дорогу только для этих сапсанов скоростную, черт с ними, у нас идет дикое обсуждение о том, чтобы строить параллельную автомобильную дорогу, желательно еще сделать ее платной. А поскольку все снабжение идет в фурах, потому что помимо этого у нас еще реформа железнодорожного транспорта, прости господи, два года назад... Неужели идет? Успешно. 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 Два года назад... На тарифах на билеты я особо не рассматриваю. Простите, пожалуйста, реформа, особенно либеральная реформа в России, она ведет... Начинаются нападки на либералы. Она ведет исключительно к российских властных. Неужели Якунин либерал? Подождите, Михаил. Он не либерал. Знаете, товарищ Путин тоже не либерал. А экономические решения, которые он подписывает, абсолютно либеральные. Как так может быть? А у него есть Кудрин, был Кудрин, вернее. Сейчас у него другие ребятишки, типа Шувалова. Вы крайне за экономику. Занимайтесь, я вам доверяю. Я думаю, Якунина та же самая схема. И в результате холостой пробег грузовых вагонов пару лет назад вырос раза в два. И вот я не уверен, что с того времени заметно снизился. Я думаю, там процент чуть поменьше, но вы абсолютно правы. Снизился, но не категорически. Соответственно, с одной стороны мы имеем сокращение количества грузовых поездов, потому что летают Сапсаны. С другой стороны мы видим ухудшение диспетчирования, вызванные объективными причинами. Классно. Третья история. Трасса на подъезде к Ростову-на-Дону. Да, я хочу выступить в защиту московских властей. Когда снег выпал в Ростове-на-Дону, там уж не власят, тоже ничего не убирали. Тоже, наверное, из Единой России люди. Поэтому город стоял глухо весь. То есть люди ходили на работу по 5-7 километрам пешочком под пронизывающим степным ветром, как пленные немцы брели туда, а потом обратно. Никуда не денешься. Ну вот. А пробка на подъезде к Ростову-на-Дону была вызвана потрясающим природным феноменом. Знаете, степь и в степи иногда дует ветер. И когда дует ветер... Это аномалия, Михаил. Нет, я понимаю, что это аномалия. Это аномалия. Когда внезапно, без объявления войны 15 декабря выпал снег. По сообщению Ростовского метра. Кто бы мог себе представить, что такое бывает. Так вот, в степи иногда дует ветер. При проклятой советской власти и даже при проклятом царизме люди понимали, что есть дорога и вокруг дороги нужно посадить деревья. Лицозащитная полоса называется. Снегозадержание. Чтобы снегом дорогу не замело. И этот проклятый пережиток гнусного коммунизма кое-где еще сохранился. И царизма. И царизма. Но у нас же реформирование. У нас же модернизация и инновация. И приходят эффективные менеджеры, которые закончили отреформированные вузы. И они не знают, что это за кустики и деревца торчат по краям дороги, которые они расширяют. Дорогу, Москва, Дон, трассу Дон федеральную реально расширили на подъезде к Ростову-на-Дону. Она там широкая. И всю эту несчастную полосу снегозадержания снесли к чертовой матери. Объяснять людям, зачем нужны кустики вдоль дороги в степи, вы понимаете, для этого нужно иметь образование. Для этого нужно быть в состоянии задуматься и подумать, а что будет, если зимой не выпадет снег? Нет, не надо выпадать в снегу. Просто подует ветерок и снег со степи понесет на дорогу. Вот у меня складывается Михаил, два сейчас вывода. Пункт первый. Делягин стал радикалом. Прям вот ярко выражен. Почему? Пункт второй. У меня просто друзья стояли в пробке под Питером. Власти, придержащие, страдают слабоумием. Нет, никакого слабоумия. Ну, о себе я говорить не могу, это вам со стороны виднее, но, знаете, никакого слабоумия нет. Вот поймите. Если вам кажется... Прагматизм. Да, это не слабоумие, это прагматизм. Мы с вами выработали чеканную формулу. Так. Если государственная власть существует ради воровства, ради того, чтобы украсть деньги. Это гипотеза. Простите, а какая разница? А зачем тогда тратиться на полосу снегозадержания? Зачем они вообще думать? Мы другим делом занимаемся. Вот в Сочи недавно было землетрясение под Сочи. 5,5 баллов. Сегодня, кстати, было еще одно. Ну, трясет. Потряхивает. Знаете, большой кавказский хребет. Молодая горная склачет. Потряхивает. А, простите, пожалуйста, а кто-нибудь причастный к Олимпиаде задумался вообще-то, а у нас там эти сооружения не сейсмоустойчивые? Я раскрою... Сегодня мы получили, значит, перестерелиз о том, что контролирующие органы обязательно проверят после этих землетрясений объекты... А вот мне интересно, а если они проверят и обнаружат, что в Эмеретинской низменности, где, прости господи, карстовые пустоты до 100 метров глубиной, и чтобы что-то стояло наверху... Почему там ничего не строили никогда? Чтобы что-то стояло наверху... Это или полутораэтажная деревянная хибарка... Ну, хорошо, двухэтажная хибарка кирпичная. Или там должны быть сваи железобетонные до скальных пород. До 100 метров глубиной. Тогда все будет золотое. Вот обнаружат проверяющие органы, что там этих сваи, например, нет. И что им делать? Отменять Олимпиаду? Чего-то я сильно в это не верю. Но возвращаясь к транспортному конкурсу... Ой, пугаете слушателей. Я не пугаю. Я не пугаю. Как писал великий, ну, очень хороший поэт Юрий Аронов, а в 41-м, бога ради, не оставайтесь в Ленинграде. Вот все, что в мире нужно мне. Я просто говорю, что там строится много всего. Если вы там что-нибудь в этом многом всему будете покупать, ну, вы узнаете, там есть свай или нет свай? Сколько времени простоит? Это же не так просто. В Сочах... Какая глубина. Да. Что в Сочах там бытует легенда о том, что все эти сооружения после Олимпиады распилят на куски, перевезут в другие регионы, соберут уже там. Я всегда думал, что Одесситы таким юмором обладают. В первую половину легенды я верю охотно, потому что если их строить без свай, то это будет здание, так сказать, лет на пять. Возвращаясь к нашей транспортной теме, к начальнику транспортного цеха. К третьей позиции итогов экономических классов. То есть мы видим, трасса Москва-Питер, коллапс, трасса Дон, коллапс, по другой причине, но тоже. Кстати, эта самая трасса, она чудесный город, Черни, по-моему, в Тульской области. Наверняка хорошая. Она проходит через центр этого города. Город замечательный, старинный, исторический. Она является асфальтовой до города и после этого города. А в центре города это обычная грунтовка. Но у муниципалитета нет денег. Такое бывает. Нет. Знаете, у нас вообще говоря, кстати, тоже вот очень правильную вещь мне напомнили, я забыл. Москвич, бывает. У нас чудовищный кризис региональных бюджетов. Это правда. На них навешивают все, им денег не дают ни копья, во многих местах воруют. Но знаете, вот это вот... Какая банальность, Михаил. Нет. Вы говорите о банальности. Это не является причиной бюджетного кризиса. В федеральном бюджете 7,2 триллиона рублей валяются без движения. А региональные и местные бюджета задыхаются без денег. Они вынуждены залезать в кредитную кабалу. Им еще уполномоченные банки подпихивают. Как собака на сене-то. Я имею в виду федеральных чиновников. С одной стороны, это бесправие регионов и местных властей. Это основа власти федерального центра. А если вы мяукнете без согласования, то вам придет транш в полтора раза меньше. И не 1 января, а 31 декабря. И заводите 1 января его потратить. Я утрирую, но самую малость. То есть межбюджетные отношения выстроены таким образом, что регионы и муниципалы на манке. Жестком. На жестком. На крючке. Михаил Делягин. В реальном времени продолжим после новостей. 19 часов 31 минута. Реальное время. Финам.фм. Михаил Делягин у нас сегодня в гостях. Письма на финам.фм. Там же идет прямая веб-трансляция. Михаил, мы остановились на межбюджетных отношениях и вообще в бюджетном процессе в Российской Федерации. Мне многие местные власти не нравятся. Тот же самый Раменский район. Город Пушкина, Московская область. Это, знаете, Кущевка. Ну, в каком-то смысле отдыхает. И много-много-много таких мест. Ну, у нас вся Россия Кущевка. Может быть, без права первой ночи. Но, понимаете, людей ставят в ситуацию, когда реально выжить нельзя. Вот, пожалуйста. Все сейчас кричат о детях-сиротах по разным причинам. Я согласен с тем, что когда Госдума начинает мстить российским сиротам за то, что какие-то там американские клоуны недостаточно толерантно относятся к безнаказанности российских оборотней в погонах, я сознательно применяю официальную терминологию оборотней в погонах, толерантности, все остальное, да, вот, то такая Госдума должна уйти. Вот просто в силу откровенной, с моей точки зрения, враждебности, даже не каким-то там государственным интересам Российской Федерации, просто российскому народу. Я понимаю, если бы вышел какой-нибудь Астахов и сказал, дорогие друзья, вот статистика, вот судьбы российских детей в российских детдомах, вот судьбы российских детей в российских детдомах семейного типа, вот судьбы российских детей, разобранных по российским семьям, а вот статистика судеб российских детей, которые попали в Америку, и вы видите, что в америке все на порядок хуже тогда вопросов не имеем да все понятно я подозреваю что даже единая россия застыдилась запрашивать у господина астахова такую статистику нужна другая мой любимый пример в той или иной форме она присутствует мой сон на пространстве да мой любимый пример знаете я сегодня пару дней назад случайно нахнулся в интернете город мыске кемеровская область детский дом за три года 27 детей умерло от голода от голода фотографии еще пока живых детей знаете я такой видел только в освенцами единство фотографии цветные там возник скандал почему это выплеснулся в интернет взяли этого директора этого детдома а мужика сажать не за что он может и воровал там но явно немножко он просто деньги которые выделили детям на питание как я понимаю по нормам блокадного ленинграда потратил условно говоря на ремонт крыши нецелевое использование средств дети умерли от голода вот вам вся межбюджетная политика а с другой стороны астахов занимался этим а с другой стороны в это как-то пропустили а с другой стороны в этих же самых мысках знаете как-то занимался но как-то вот санкции изменений политики регулирования финансирования детских домов и отчет не наблюдаю в этих же самых мысках под новый год местные власти выделяют пятьсот семьдесят одну тысячу рублей на строительство ледового городка между прочим больше чем в таком мелком городишке как хабаровску сравните мыске который мы с вами слышим второй раз жизни хабаровск крыльевой центр но надо радость детям нести знаете снежногородок сделать пусть пусть они умирают с голоду да но зато будут рады конечно вот вот наша политика я не хочу говорить что это их политика да это наш мы в этом живем живем владельческом обществе живем в стране которая захлебывается от денег и при этом дети в ней умирают от голода о деньгах вы сказали 7 целых две десятых триллиона рублей 7 целых 7 миллиард триллионов 200 миллиардов рублей находится на счетах значит лежит в федеральном бюджете без движения в них входят деньги резервного фонда так деньги фонда национального благосостояния а деньги которые лежат на депозитах в банках деньги федерального бюджета деньги налогоплательщиков кладут в банк на депозит может девать некуда и просто деньги которые валяются федеральный бюджет и что вы предлагаете распечатать кубышку знаете если кубышку не распечатать она будет гробовой когда приходит обычный человек который вы знаете вот я знаю я сейчас все очень хорошо на мне толстый слой шоколада я четко знаю через несколько лет мои доходы кончится нефть подешевеет мне рухнет неважно что мне делать спрашивает он нормального либерала опять либерал но потому что с либеральный финансовый блок правительства так нормальный либерал говорит нормальный слава идите учитесь расширяйте свой кругозор расширяйте сферу своей квалификации и когда вы останетесь без денег на вашей сегодняшнем рабочем месте шахту вашу закроют или что-то еще вы спокойно переквалифицируетесь управдом например и будете зарабатывать ну может быть чуть чуть меньше но вы не почувствуете зарабатывать когда к этим же людям приходит страна играть строго противоположные не дай бог потратить хотя бы копейку денег на развитие мы же все украдем честно говорят эти люди мы все разворуем а это не лечится поэтому откладывай деньги так михаил вы что предлагаете воруйте жулики и воры а вы знаете у меня был случай я однажды в очень интеллигентной компании так сказал в том числе в присутствии патриотов и вас там опять социалистов нет 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 было хуже я в присутствии я в присутствию ребята но вор должен съесть в тюрьме они в правительстве значит что мне на это ответили вы призываете к сталинскому террору казали мне в едином голосе прости господи прошу заметить не либералы нет том в том в том в том числе не либерал ребята уголовный кодекс у нас самый мягкий уголовный кодекс мир вас контрабанда спасибо господину медведеву является административным правонарушения как переход улиц на красный свет у нас из-за этого на дальнем востоке сломался баланс между китайским бизнесом и всеми остальными а сейчас дальний восток стремительно уходит в китай не только дальний восток кстати именно благодаря китай кстати у нас сейчас причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности повлекших смерти потерпевшего грубо говоря забьют чека ногами а потом скажут ой а вы знаете а мы этого не хотели мы просто ему хотели набить морду он умер наше так получилось за это могут дать два месяца тюрьмы спасибо господину медведя вот такой у нас уголовный кодекс и когда я говорю что вор должен сидеть да когда я говорю что должен быть вас обвиняют в сталинских репрессиях давайте обвините меня в репрессиях на основании того что я считаю что нужно на красный свет стоять на зеленый свет ехать давайте еще в этом меня обвините михаил а что вы предлагаете то есть вы же понимаете если допустим распечатана вот эту кубышку 7,2 десятых триллиона кстати а по каким направлениям вы предлагаете тратить инфраструктуру инфраструктуру ну вы здесь солидарны с господином президент абсолютно понимаете в чем дело инфраструктура это единственное направление где государство не вступит в неизбежную недобросовестную конкуренцию с бизнесом что вот бизнес совершенно железобетонно не может строить энергетическую инфраструктуру может и эксплуатировать строить не может он не может строить дороги платные дороги плата за проезд по платной дороге, обеспечивает поддержание этой дороги не более того. Иначе это будет запретительная плата за проезд. Коммунальное хозяйство замечательно окупается после того, как оно модернизировано. По крайней мере, нужно наводить определенный стандарт. Это большая, тяжелая работа, включая стрельбу, на самом деле. Вот государство должно модернизировать инфраструктуру. Казалось бы, два слова. А теперь давайте посчитаем, что такое инфраструктура. Автомобильные дороги. Железнодорожные дороги. Аэропорты. Знаете, я летаю раз в 10 дней. Я уже не просто Богу молюсь, я уже не знаю, какому Богу еще молиться. Куда вы так летаете-то, Михаил? По России. По России? По России. Чего ты такой злой? Я по России езжу. Не только в пределах Садового кольца, по Москве. Хотя иногда здесь злишься больше. Дальше. Коммунальное хозяйство. У нас тут сейчас война против аварийного жилья. Объясняю. Аварийное жилье, это жилье, которое в любой момент может рухнуть вам на голову. Это официальная формулировка. Дальше. Речные порты. Морские порты нормально себя чувствуют. Это экспортно-ориентированная сфера. А внутренние... Морские порты туда вкладывают. Потому и вкладывают. А речные порты, это не экспорт. За редчайшими исключениями. И речной транспорт сдох. А без речного транспорта выясняется, что мы задыхаемся на железной дороге, на автомобильных, на всех... Подождите, Михаил, вы не объективны. Вот железная дорога дошла до Якутска, ну, правильно сказать, до Нижнего Бестяха, да? Там будет мост. Я не говорю, что все... Многотриллионный или многомиллиардный, я уж не знаю, как... Мост, опять-таки, уникальный в Владивостоке возвели. Который танцует? Возвели. Возвели. Подождите, вы мне сказали... Я не говорю, что все плохо. А давайте вот распечатаем кубышку, да? Да. А я вам следом говорю, будут воровать. Будут воровать отлично. Берем показательный проект. Один. Так. У нас же люди, к сожалению, сейчас закон не понимают. Не понимают метод примера. И всех... Прецедент. Прецедент. Всех. Кто украл? Показательно. Знаете, если бы... Так, я уже напрягся. Что показательно будем делать? Судить. А, судить. Отловить и судить. Вы будете смеяться, но в наших замечательных правоохранительных структурах огромное количество очень профессиональных следователей. Просто они распылены. Сделать, как где-то было в Советском Союзе, как это в Европе, как это в Америке. Ударные бригады. Вот, пожалуйста. АТС-2012. Сняли губернатора, уволили пару чиновников, и какой-то мелкий писк идет. То есть президент страны опозорен. Это не важно, хороший он или плохой, он опозорен. Он проводит мероприятие на стройке по собственным признательным показаниям. И все в порядке, типа так и должно быть. Ребят, ну расследуйте. Вся документация на лицо. Там пожаров не было в архивах. Расследуйте и покажите. Ребята, так нельзя. Так нельзя. Вот за это мы будем наказывать. Методы наказания какие? Уголовный кодекс. Там все прописано. Смею вас заверить, что для разнижившегося человечка с виллой Швейцарии тупо лишиться этой виллы и получить даже условный срок, о котором он потом будет писать во всех анкетах, и получить пожизненное лишение прав заниматься руководящей деятельностью, хотя это у нас нет в уголовном кодексе, я уж не говорю про реальные тюремные заключения. Наш гуманизм действительно чудовищен именно по отношению к взяточникам. Если нормальный человек украдет у сбулочной бухалку хлеба, он сеет год на три. А вот если он возьмет взятку, у нас коррупционное расследование только по отношению к стрелочникам. В основном. Самый высокий уровень это, прости господи, вице-губернатор. Так вот. В прошлом году у нас количество людей, которые эти стрелочники сели, реально были осуждены к лишению свободы, пусть даже не были освобождены в зале суда. Сократилось почти вдвое, с 25% до 14%. А количество людей, которые, будучи осужденными, просто заплатили штраф и никого у них не спросили, откуда у них взялись деньги, чтобы заплатить пятикратную сумму взятки или пятикратный ущерб. Это ж нужно было сколько наворовать? 51%. То есть заплати и воруй дальше. То есть вы искренне считаете, что создав прецедент, вот эта нынешняя власть в нынешней системе экономической координат? Она не может создать прецедент. Мы опрессуаливаемся в политику. Да, да. Хотя бы потому, что мы имеем товарища Сердюкова. Главная задача правоохранительной системы Российской Федерации, чтобы товарища Сердюкова не вызвали на допрос. Он человек упертый, он может разговориться. Из принципа. Типа, вы меня сдали, я вас сдам. Вот, естественно. Но, понимаете, Китай это не страна солнца и справедливости. Да, и это не Дания, не Норвегия и не Исландия. Да, там коррупция есть определенные рамки. Там очень жестко проведена граница. Люди, которые не могут попасть под коррупционное расследование. Этих людей там штук шесть. Все остальные могут. А потом выясняется, например, в Нью-Йорк Таймс публикация о теперь уже бывшем премьере Госсовета. Какие счета? Кто владеет из семьи? И получается, что премьер Китая, член постоянного комитета ЦК КПК, не просто мультимиллионер, а один из самых богатых людей. Ну, это понятно. Но, вы знаете, тем не менее, в Китае нет стратегических решений, которые принимаются на основании коррупционных интересов. Продолжим с Михаилом Делягиным нашу дискуссию. Звоните, пишите после новостей. 19.48 здесь Михаил Делягин в реальном времени. 65.10.99.6. Код Москвы 495 для звонков. финам.фм. Наш портал в интернете для ваших писем. Но прежде мы все-таки закончим не то чтобы спор, но нашу дискуссию с Михаилом. Код по поводу наказания, да, и распилов, и освоений, и все-таки необходимости развития инфраструктуры. Я согласен, но что делать-то? Никакие правила не действуют на 100%. Но они могут действовать на 95%, и этого достаточно. Для того, чтобы правила действовали, должны быть границы, должны быть методы обеспечения правил. И неотъемлемая функция государства заключается именно в этом. Украл тюрьму. А не украл в правительстве, извините. Другая последовательность шагов. Например, Москва задыхается без дорог. А почему у нас не строят эстакады? Я понимаю, что второй уровень дороги нельзя построить там напротив Кремля. Это разрушение, так сказать, архитектурного облика страны. У нас куча трасс проходит в Москве, по территории города, проходит по промзонам. Там хоть 10 этажей этой эстакады строят. Почему не строят? Потому что на строительстве эстакады можно распилить значительно меньше, чем на строительство новой дороги или еще круче туннеля. Точка. Все. Поэтому эстакады... Поэтому пусть будут кубышки. Пусть лежат. Михаил, пусть лежат. Они сгорят. Деньги без движения умирают. Деньги должны работать, я согласен. Деньги должны работать, да. Вы тратите, выберете проект, показываете всем, что на президентских проектах воровать нельзя. На премьерских творите все, что угодно. Пожалуйста, с Колково. Да расточите его по кирпичику. А вот на президентских нельзя. Пожалуйста. И в этой безумной системе ему уже не хочется повторить судьбу. Вы сакрализируете президентскую власть? А? А? Нет? Что я с ней делаю? Сакрализируете. Нет. А давайте по понятиям. Вы же сами предлагаете сейчас не по закону, а по понятиям. Вот президентские проекты... Мы все хотим жить при демократии. А премьерские... Мы все хотим жить при демократии. И дальше многоточие. Мы все хотим, чтобы наше начальство было цивилизованным. Но вы понимаете, что вот эти вот замечательные светлые лица, при виде которых хочется разбить телевизор, цивилизованными не будут никогда. Не смотрите. Цивилизованными не будут никогда. Поэтому, поэтому у них есть инстинкт самосохранения. Жить хочется. Они, значит, смерть Каддафи, я думаю, смотрели в значительно более полном варианте, чем мы с вами. И в отличие от нас с вами, премьерялись на себя непосредственно. Им жить хочется. Они поняли, что вот это с ними сделают. И нам тоже жить хочется. Даже в Швейцарии. Достойно. Они могут выжить, в отличие от нас с вами. Это Михаил Делягин. И для этого им не нужно страниц с демократами и не нужно читать законы. Нужно просто начать восстанавливать страну. Сталин законы читал. Ага. Я сейчас запущу СМС голосование. Доставайте, господа, свои мобильные телефоны. Михаил же сказал, оценочное должно быть суждение, да? Со стороны. Как вы считаете, Михаил Делягин стал радикалом? Да. 55.33 СМС-сообщение с буквой А. Вы чувствуете, как Михаил Делягин радикализировался? Вот я с Михаилом давно, ну относительно давно мы не встречались, да? И вот я это почувствовал. Но я сейчас не давлю на вас. А Делягин стал радикалом. 55.33 СМС-сообщение с буквой А. Михаил не радикализировался? А у нас более актуальных событий, чем мой персональный профиль. Конечно. Вы же сегодня в гостях в реальном времени. В гостях у сказки. А Михаил Делягин не радикал. 55.33 СМС-сообщение с буквой Б. Делягин не радикал. 55.33 СМС-сообщение с буквой Б. Идет голосование. Вы в эфире, как вас зовут? Алло, добрый вечер. Здравствуйте, меня зовут Иван. Да. У меня вот такой. Я вот не экономист, но я впервые решил посмотреть, что у нас за статьи в бюджете. Хотел Михаил Геннадьевич по одной статье разъяснение получить. Вот меня очень смутила такая статья, она называется «Поддержка национальной экономики». Как я с вами экономическим мозгом понял, берется где-то примерно на десятая часть бюджета и рассовывается по каким-то там не очень понятным мне банкам. Я думаю, что еще в них сидит, наверное, кто-то. Ну, и это поддержка национальной экономики. Нет, нет, Иван. Это так я понял или нет? То, что рассовывается в банках, это неиспользуемые средства федерального бюджета. Они кладутся на депозиты. И в этом году они сократились, я не вспомнил, несколько сотен миллиардов рублей. Их, по-моему, все-таки уменьшили. А поддержка национальной экономики – это проект в соответствующих отраслях, который осуществляет государство. Ну, большинство из этих проектов, с моей точки зрения, избыточные. Я здесь вполне либеральной точки зрения придерживаюсь. Но некоторые проекты действительно инфраструктурные, там, в сельском хозяйстве, например. Только государство может поддерживать семеноводческие хозяйства. Только государство может поддерживать племенные хозяйства, хотя оно их не поддерживает практически. Есть позитивная новость. Финансирование предусмотрено для топлоэнергетического комплекса. По итогам 11 месяцев выполнено только на 27%. То есть финансирование, по сути дела, закрыли. И это правильно, потому что нет таких вершин и высот, которые наш ТЭК не может профинансировать из своего кармана. Буду просить лаконично и вас, и наших слушателей. Иннокентий пишет, что сегодняшняя оппозиция представляет безидейный, представляется безидейный, разрозненный, протестующий. Против нет никаких конструктивных идей, которые можно было бы активно поддерживать подавляющей части населения. Кем заменить власть? Вопрос Михаила Делягина. Иннокентий, людей я не назову, да, люди появляются и появятся. Но позитивную программу люди не видят просто потому, что им неинтересно читать. В любой своей книге, я примерно треть книги, я то и половину посвящаю позитивным вещам. И люди, которые прочитали книжку до конца с карандашом, потом мне эту книжку показывают, они меня обвиняют в том, что у меня нет предложений, что делать. Ребята, а вот, вот, начинаем тыкать пальцы, они говорят, ой, а я не помню этого. У нас избирательное сознание. Мы не верим в возможность позитива. Спасибо нашему руководству. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Андрей. У меня к Михаилу такой вопрос. Из поздания президента я не понял, что у нас происходит с миграционной политикой, что это за процесс, что это, переселение, беженцы, потому что это уже какая-то неуправляемая ситуация, которая, ну, довольно дезорганизует жизнь, экономическую и социальную в городе и стране. Понятно. Знаете, из послания президента я тоже ничего не понял, кроме того, что он хочет всего самого лучшего, но не очень понимает, как. А миграционная политика очень проста. Это замещение, прости господи, коренного населения Российской Федерации в силу его недостаточной толерантности к взяткам и желанию зарабатывать нормальные деньги. Замещение людьми, которые бегут из ада и поэтому согласны работать за очень маленькие деньги. Опять же, коммуналку им платить не надо. А, с другой стороны, они более толерантны в силу культурных факторов к даче взяток. Они более комфортны и для наших недобросовестных бизнесменов, недобросовестной части наших бизнесменов, и для недобросовестной части наших чиновников. Угу. Как вас зовут? Вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Илья. У меня одна реплика и один вопрос к Михаилу. Реплика следующая. Я хотел поблагодарить вас, Юрий, за таких интересных гостей, как вы всегда приводите. Сегодня был второй раз, когда я от души смеялся. Михаил с такой иронией рассказывал, что у меня от души я смеялся в минуту. До этого я только смеялся на эфирах, когда вас бурмат вдул. Очень классно троллит. А вопрос у меня к Михаилу следующий. Вот скажите, пожалуйста, что реально в реальности должно произойти, чтобы экономика стала диверсифицирована, чтобы мы слезли с нефтяной и газовой иглы? То есть не в теории, что должно произойти, а что реально в стране должно произойти? Значит, конкретно, первое, должна быть модернизация инфраструктуры, потому что без инфраструктуры нет производства. Второе, нормализация системы образования, потому что наше образование готовят безработных, профессиональных с завышенной самооценкой. Третье, необходимо ввести уровень протекционизма хотя бы до уровня Евросоюза. Знаете, у нас сейчас тарифы уже сегодня, у нас ниже, чем в Китае. У нас экономика более конкурентна, чем китайская. А в условиях недобросовестной конкуренции, в рамках этого, она там недобросовестная, потому что все на разных условиях, у нас производство выжить не может. Вот хотя бы три эти вещи. Это технический минимум, минимум-миниморум. Спасибо. Так, как вас зовут? Алло. Здравствуйте. Меня зовут Денис. Я хотел обратиться к Михаилу Делягину, вашему гостю сегодняшнего. Михаил, вы знаете, вот я попытался почитать пару ваших книг. Так, безусловно, я нашел в них все, что там мысли содержатся здравые, безусловно, имеющие право на существование и какие-то там идеи, вгляды. Ну, уж больно тяжко читать, простите. Ну, вы не могли бы вот в дальнейших трудах, для того, чтобы как-то читателю было бы проще усваивать то, что вы хотите, донести немного литературного какого-то, ну, не знаю... Значит, Денис, да, да, понятно. Значит, с одной стороны, у меня действительно очень тяжелый язык, я над этим работаю. Я с автором Владимиром Шияновым написал книжку «Мир наизнанку» или «Последствия мирового кризиса для России». Она написана разговорным языком. Буду стараться дальше. Что касается того, что вы хотите, чтобы было оптимистичненько, вы знаете, врать у меня получается очень плохо, я в этом в пятой сфере неконкурентоспособен. Если вам мои книжки кажутся слишком тяжелыми, рекомендую. Значит, вы страничку прочитали, пять минут смотрите первый канал. Еще страничку прочитали, еще пять минут смотрите первый канал. Нормальный баланс. Оптимистичненько будет. Это Михаил Делягин. Он сегодня в реальном времени на Финам ФМ. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Да, выключите, пожалуйста, только приемник. Да, сейчас все выключу. Значит, в интернете услышал ввоз в Россию в сентябре-октябре замороженного мяса на 20% увеличился. Плюс еще массовая распродажа, там, мераторга, по-моему, свинины. То, что трындец нашему животноводству. Ну, у меня была другая цифра, на самом деле. Я видел 10%. Ну, 10% тоже немало, извините. Немало, да. Олег, я понял. Значит, я сразу отвечаю. У нас на Кубани из-за африканской чумы свиней погибло 34,3% поголовья свинины. Это нужно чем-то замещать. Так что рост ввоза отчасти объективно обусловлен. С другой стороны, ну, слушайте, ну, ВТО. Если вы резко снижаете тарифные барьеры, значит, конкретно по свинине модернизированные свинокомплексы и новые свинокомплексы просто потеряют деньги. Советские свинокомплексы, которые модернизированы в последние 20 лет, уйдут в ноль, но они будут, так сказать, существовать. Старые советские свинокомплексы и личные подсобные хозяйственные вселения на основной части территории страны станут убыточными. 10 секунд, короткий вопрос и короткий ответ. Экономика 2013 для России это? Продолжение с загниванием. Это Михаил Делягин. Сегодня он был в реальном времени на Финам-ФМ. С Михаилом мы подводили экономические итоги 2012. Сразу после краткого выпуска новостей, итоги дня. Оставайтесь на Финам-ФМ. Продолжение следует... Продолжение следует...